Всем доброе-доброе утро! Сегодня 30 июня 2022 года и мы с нашими чехошечками позавтракали, гуляем и передаем вам всем большой добрый приветик с пожеланиями хорошего дня и прекрасного настроения. А кому интересно, оставайтесь с нами. Домашний питомник Костропула из города Симферополя, из Крыма. У нас наконец-то наладилась погода, ветерок, но вышло солнышко и все уже подсыхает, потому что несколько дней нас заливало очень серьезно. Спасибо всем за переживания, кто переживал, как мы, что мы. Мы хорошо и отлично. Мы находимся чуть-чуть на возвышенности, поэтому у нас, конечно, все тоже прям сильные были ливни и град, но мы не пострадали, скажем, хотя некоторые районы нашего города пострадали серьезно. Спасибо за беспокойство. У нас все хорошо. Вот. А мы гуляем. И кому интересно, оставайтесь с нами. Вы узнаете новости нашего питомника, большие новости. Вот, Жанночка, ты зачем грызешь вот это, что ты тут взяла? Да, я могу посмотреть? Вот просто хочется нам что-нибудь грызть. Хотя погрызушки у наших собак, конечно же, у всех есть, но во рту все. И улитки, и камушки зачем-то. Даже вот у 7-8 месячных. Собак. Так, Жанночка, между прочим, тебе завтра 8 месяцев. Ты уже взрослая девочка, у нее уже течка прошла. Это наша Феодосия. И так у нас с течкой сидит Джасмином, он скучает. Все мальчишки хотят к ней пробраться. Радуся загорает на солнышке. Как только выходит солнышко, все сразу, конечно же, ложатся загорать. Жорик, смотрите, что делает. Пьет воду из ведра. Куча мисок стоит с водичкой, но им нравится попить из ведра. Да, Фантазия, как твои дела? Фанточка уже оправилась от родов. Вот, течка у нее тоже прошла. И она вот уже зарастает красивой, шерсткой. Фантазия, передавай привет своему Казанове. И папа вот тоже, Жорик Казанове передает привет. Казанова это сынок единственный. Вот видите, пьют водичку. Елисейка. Итак, у нас огромные новости. Вот эта девочка с человеческими глазками, Констанция. Она, Констанция, нашла свою мамочку и остается жить в Крыму. Констанция, ты куда ушла? Вот, девочка зарезервирована, еще немного поживет у нас. Вот, она уже привита, чипирована. И как только, так сразу переедет в новый дом. Вот, так что, Любовь ее новая хозяюшка по имени Любовь. Смехотулька ты наша. Любовь, это новая хозяйка нашей Констанции. Приветик вам, мамочка. Так что, Констанция у нас теперь при маме. Вот такой смешной ребенок, которому 5 июля исполнится 3 месяца. Да, да, вот такая, скажи, я красивая. И сейчас у нее скоро начнется возраст, как мы называем, пырзика. Это выпадение детской шерсти, смена, да, на новую взрослую. Вот такая вот, вот такая девочка с лиловым носиком. Красивый зайчик. Вот так она любит лежать. Вот так, мамочка, она любит лежать. Вот эта красавица зарезервирована. Она пришел понюхать ее красавчик, дельфин, дель, дельечка. Вот, смотрите, так и осталось лежать. Ну, покажи нам, как ты умеешь лапками делать. Покажи, покажи, Констанция, Констанция, полыбайся нам хвостиком. Девочка, 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 Констанция. И вот так я могу, и вот так я могу, да. Вот так вот, так вот, так лапками, лапками маме, мамочке, Любушке, приветик с любовью. Вот такое солнце. Но я не сомневалась, что это солнце обязательно найдет себе мамочку. Как и наша красавица Джоконда в поисках папочек и мамочек. Вот она, наша красавица, пришла посмотреть. А это не мне мамочка нашлась. Девочка с сиреневым носиком, таким фиолетовым. Красавица, лиловым носом. Вот она, вот она, вот она. Да будьте здоровы. Вот девочка кремовая в поисках папочек и мамочек. Эй, Джоконда. И, конечно же, все пришли проверить, что здесь лежит Констанция. Мини-мальчик Шакир. Скажи, вставай, пошли играть. Они там так веселились вокруг бассейна. Побежали. А также вот эта красавица, которая вчера три месяца исполнилась. Куда побежала, куда побежала, куда побежала. Девочка Кохи, Нур, все пришли. Зигмунд. Ушки сегодня попадали у Зигмунда. Вчера ушки стояли, сегодня упали. Потому что растут щенки, растут ушки. Я всегда их контролирую, подклеиваю, чтобы ушки ровненько потом встали. Да, ушки. По поводу ушей уже было очень много видео. Как клеить, как правильно. И те заводчики, которые уверяют, что уши должны становиться сами. Я даже знаю лично таких заводчиков и собак, их разведения, у которых уши не стоят. Не нужно говорить, что они становятся у всех. Но становятся у всех, у кого они маленькие и коротенькие. Чем больше уши, тяжелее уши, тем уши, конечно, нужно контролировать. Ну и хотелось бы, да. А ему-то нравится, когда ушки висят. Вообще не вопрос. У нас он уехал с полностью висячими ушами в Германию. Наш Аязик большой приветик. Мамочки, Эльвирочки, нашему солнышку. Я же не говорю, что это плохо. Но по стандарту породы ушки должны стоять. И, конечно же, мы стараемся, чтобы ушки у всех стояли. Сколько клеить уши? Очень часто спрашивают, вот в каком возрасте должны встать уши. Да ни в каком они не должны. И никому никто ничего не должен. Развивается каждое животное по-своему. Еще раз повторяю. У щенка в полтора месяца могут уже стоять, якобы стоять уши. Потому что они еще просто маленькие. А в два месяца, когда растет щенок и растут уши. Посмотрите, какие огромные у Гермионы уши. Они у нее уже давно стояли. Потом упали. Потом опять стоят под. Но я всегда подклеиваю, чтобы не образовывался залом. Потому что, когда образуется залом, ухо уже стоять не будет. Наверное, очень многие видят, что у нашего роликса, которому полтора года подклеенное ухо, у него есть залом. Ну, упущенный заводчиком во время, тогда, когда уши вставали у него. То есть, они у него стоят. И там может три дня постоять, может неделю. Потом вот где-то расслабился. Раз ушко начинает подвисать. Я подклеиваю. Потому что у меня все равно есть надежда, что они встанут. И это нормально. То есть, ну, как говорится, окрепнет этот залом. Потому что он небольшой. Но уши большие и тяжелые. Поэтому это происходит. Вот. Поэтому я всегда контролирую ушки. Ушки всегда разных размеров. И еще раз. Даже если у щенка встали уши, потом упали. Это может продолжаться. Ну, до шести-семи месяцев, пока восьми. Там вот как идет смена зубов. Вакцинация идет. Это вообще без проблем, как говорится, это все происходит. А также у меня есть собаки, которые рады. Я до одиннадцати месяцев клеила. У нее небольшие уши. У нее очень мягкая кожа. Очень мягкая, понимаете. И она за счет этого уши хоть и небольшие, но тяжелые. Поэтому тоже. Ну, ничего. Ушки стоят. Где моя Радуся? Вот она. Рада. Покажи нам свою мордашку. Радунь. Радунь. Вот она. Радунь. Вот она. У нее небольшие уши, но вставали с проблемами, так скажем. Поэтому говорить о том, что да, на выставке у собаки должны уши стоять. Вот. Для любви, обожания, без разницы. Но уши это визитная карточка Чихуахуа. Поэтому, конечно, я как заводчик волнуюсь, чтобы не испортить ушки во время, когда они крепнут, встают. Правильное питание. Но очень многие спрашивают, наверное, надо давать кальций, чтобы уши встали. Значит, кальций никакого отношения к ушам не имеет. Это хондропротекторы, да. То, что вот это хрящ. Это не кость. Вот. И отвечают за это хондропротекторы. То есть, что? Это... Что мы даем, да. Это суставные вот кости, да, сырые. На них такая белая пленочка. Вот это хорошо помогает потом... Ну, это из натуральных, да, таких компонентов. Потом мы пока посмотрим, как Джаконда роет. Ямочку подрывает. Она то засыпется, то они опять, видите, начинает. Денис прибежала. Малявка. Значит, это куриные, петушинные, да, гребешки. Это куриные лапы. Обрезаем когти. Это все только о сыром. Я говорю, внимание, только о сыром. Это очень важно. Куриная лапка, мы срезаем когти, срезаем верхнюю трубчатую кость. Получается ладошка. Вот это прямой хондропротектор для укрепления суставов, ушей, также, да, у собак любой породы. То есть, если вы будете давать, это прямой источник. Если вы будете давать просто таблетки кальция, чем грешат почему-то ветеринары, с ума можно сойти, взять, назначить собаке таблетки кальция, которые не усваиваются и садят только почки. Поэтому с кальцием вообще будьте осторожны. И вообще, в принципе, если собака получает... Смотрите сюда. Покажите, как спят ваши чихуахуа. Если собаке сбалансированное питание правильно, правильно подобранный корм или натуралка с костными овощами, то собаке, в принципе, ничего, никаких витаминов давать не надо. Я не даю никаких витаминов собакам. Собакам даю витамины иногда только собака-мама, когда собака беременна. И то есть, она плохо ест. Есть просто собаки не то, что, скажем, я их плохо кормлю, а у них просто плохой аппетит, токсикоз может быть. И тогда, конечно, мы даем. Если собака хорошо кушает, то тогда, ну, то, что нужно, да, беременной, кормящей маме, тогда мы не даем никаких витаминов. Ни одних витаминов я не даю собакам. Уши контролирую еще раз. Когда у щенка начинается смена зубов, вакцинация, то есть, когда ослабевает по каким-либо причинам организм, уши могут падать. И от того, что они еще очень интенсивно растут. Потому что у щенка в месяц вообще маленькие конвертики висят чаще всего. Ну, бывает, торчат эти ушки, но они еще просто не выросли. Потом они начинают расти. И чем ушастее собака, тем крепче у нее уши. У нас вот единственная наша Кока-кошечка, у нее огромные уши, и встали сами. Я ей там один раз подклеила. Я была уверена, вот генетика передается генетически, что эти огромные уши будут вставать у всех ее щенков. И у ее там вот сестры, у Жасмин, я уже рассказывала. Я такая думаю, так встанут сами. И у Жасминки чуть-чуть кривовато в бок. Ухо оно стоит, но... То есть, надо было проконтролировать всего-то навсего. Клеить уши нужно так, чтобы сохранять форму, которую мы хотим получить. Никаких рулончиков, никаких заворотиков. Там вы можете своими наклейками сломать ухо. Очень легко, как это я сделала у нашего бультерьера, потому что насмотрелось тупых видео в интернете, про что я говорю, что нужно информацию студировать. И опять же, она может быть полезна для кого-то. Все индивидуально очень. И я сделала так, как показывали. Ухо, получается, в этих трубочках проходили. Оно рожками, рожки, знаете, такие клеят. Оно упало на бок, ну и она так ходила. Все, я не думала, что это может произойти. У нее образовался залом. Вот. Но это не то, что у нее сейчас висит ухо. Ну, это как бы одно из того. У нее потом еще от аллергической реакции она натрусила себе. В ушах был налет. Она натрусила себе. У нее вздулась сама, сама, само ухо. Вот. И там была, ну, жидкость, да, набралась. Ну, это я рассказывала уже, не будем сейчас. Ну, то есть у нее механическое повреждение. В любом случае ухо. Так она у нас двукратный юный чемпион России. То есть у бультерьера тоже по стандарту должны обязательно стоять уши. Энька, ты что травку кушаешь? Шинюш, вот так мы кушаем травку. Энечка, солнышко мое. Вот. Так что контролируйте ушки. Многие не хотят. Это ваше, как бы, право. Можете и не клеить, и не надо. А кто хочет, чтобы были красивые ушки, будьте, да, в любом возрасте можно подклеивать и поднять ушко. Главное, чтобы ушки, опять же, когда вы клеите, придавать им ту форму, вот, которую вы хотите в итоге получить. Когда щенку начинаешь клеить уши, они их чешутся, как сладенько спит. Это архонтик. Вот это, знаете, рядом вот это мажор белый. Знаете, архонт, он почти белый, но с таким легким кремом. Белокремовый окрас, шоколадный лиловый носик, лиловые глазки. Мальчик, это вот его рядом лежит, значит, Жорик, это дедушка, Филечка, это прадедушка. Ангюлька там у нас. Когти так, надо же ноготочки тут стричь собакам, смотрю. Вот, поэтому по поводу ушей, никому ничего щенок не должен. Уши могут как стоять, так и падать в процессе роста, развития, смены зубов. Я вам даже больше скажу, бывает, собака ложится на солнце, нагревается очень сильно, она не любит загорать, да, и тоже ухо может запасть. Вот у нас так у кого-то было, я тут недавно, не помню. Вот, а, вот, кстати, у Шакир. Шакиру пять месяцев завтра, 30-го числа. Вот, и он тоже сегодня утром выбежал, у него уши такие висят. Он раз, побежал, уши встали. То есть у пацана смена зубов начинается, муча Зигмунда. Из вот этих вот веселых детей все вот эти пятеро продаются. Это длинношерстный дельфин, короткошерстный черный Шакир. Внизу валяют Зигмунда, весь вот этот мелочь, мини-мальчик, мини-девочка белокремовая, вот эта красавица. Покажи нам свою мордашку. Кохи Нур, маленький бриллиантик. Кохи, покажи нам свою красоту. Мучает, мучает. Он сдачи дает всем. И Деннис веселушка. Вот это Деннис, девочка-красавица. Мини тоже девочка продается. Итак, у нас в нашем питомнике на сегодняшний день продажи девичинков Чихуахуа. Здесь очень прохладно. Вода в бассейне прохладная. И Леми очень любит здесь лежать. Вот этот Леми, красавец стандартный. Полностью привитчипирован. Уже пошла новая красивенная шерстка. В поисках папочек и мамочек. Курносы, мальчик-мечта. Любимый многих организаций РКФ. В чем? Я не вижу никакой разницы. Мальчик продается для любви и обожания. Размер его около 3 килограммов. Стандартный, крепкий, веселый. Мальчик-лидер, абсолютно здоров. Вчера были у доктора. Поставили прививку от бешенства. Чип. Осмотр врача провел здоровый, красивый. Похвалили. Шикарный красавец. Спрятался за трубу фильтра от нашего бассейна. Охлаждается. Потому что резкое пекло. Это наша Бажена, которой вчера вырвали 4 клыка молочных. Ей год. Ровно через месяц один год. Так. Ну что? Это Гарюша Гарри Поттер. Который тоже полностью привитчипирован. Готов к переезду. И так у нас 3 мальчика. Прошу прощения. 3 девочки. И 6 мальчиков в продаже. Актуальные предложения я все показываю. На моих страничках ВК. А также можно написать мне плюс 7978-745-8062 или позвонить. И я сброшу на вайбер, ватсап вам актуальные предложения. Очень много людей, которые мне звонят. И я говорю, я вам сейчас сброшу, а там у вас нет вайбера, ватсапа. То есть, если хотите, пишите сразу сами на мой номер. И я вам отвечу. То есть, чтобы я не искала вас. Не знаю. Вчера женщина позвонила, интересовалась. Я так и не нашла ни вайбера, ни ватсапа. Вот. Информацию сбросить не смогла. То есть, кому нужно, пожалуйста, не стесняйтесь. Переспрашивайте. Стоимость щетков у нас. Джоконда, вот эта, которая бежит, девочка, 6 месяцев, стоит 50 тысяч. Остальные от 100 и выше. Вот. Доставка есть по миру и по России. То есть, тоже об этом говорю каждый день. Пожалуйста. Оговаривается все индивидуально. Я не переписываюсь под видео своими. Что, как, почему. Многие спрашивают, а чем их кормить? Набирайте в ютубе Чихуах, Хуака, Стракпулах. Питание, чем я кормлю своих собак. И Чихуахуа Костропула. И вы увидите море видео на эту тему. Так. Еще раз. У нас 9 щенков продажа, 6 мальчиков и 3 девочки. Джоконда за 50 тысяч. Деннис и Кохи. Вот они, мини-девочки. Крошки на ладошку. Крошечные. Просто все фото и видео увеличивают. Крепенькие, низенькие, головастенькие, красавицы, здоровенькие. С документами. Деннис, РКФ, Кохи. И КУ документы. Ну, это если кого интересует. Кохи это дочь мраморного нашего роликса. Деннис Космосовна. Это наши алиментные девочки. Продаются. Уточняйте. Это вот 3 девочки. То есть, уже полностью готова. Которая и которые вот эти девчонки. Они тоже готовы. Получается, Кохи вчера исполнилось 3 месяца. Она полностью привита. Чипирована с возможностью переезда в любую точку мира. И маленькая Деннис. У нее еще одна прививочка. 16 июля. Она тоже будет готова. Но она уже привита первой. Чипирована. Вот мы так делаем. Итак, дальше. Мальчишки. Шакир. Шакир что-то. Вот он Шакир. Их разыгрался. Вот он Шакир. Черный миник. Минник вот этот. Чисто белый. Кто говорит, что не бывает белых собак. Чистейший белый. Одна черная крапушка. Причем настолько маленькая на ушке. Больше у него крапушек не будет. Они... Скажи, я тут просто грязный. Я тут просто грязный. Ты где? Мальчик. За счет того, что у него именно... Вот эта капелька на ушке. Это и говорит о том, что он останется белым. Зигмам. Вот. Потом. Раз. Еще, еще, еще. А тут разве вас найдешь? Опять покажу. Вот он. Взрослый парень. Моряк Архон. Посмотрите, какая у него красивенная морда. Курносы. Красавчик. Со светлыми глазками. Вот он. Моряк Архон. В продаже дельфин. Где-то убежал. В общем, я уже опять все понапутала. Гарри. Все еще раз предложения вы можете посмотреть на моей страничке. Лемик. Это же просто золото мои. Они же нагуляли. Да. 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 Марисабель наша Маруся выкопала яму. Помогла подкопать ямку и уже почти туда забралась. Констанция пришла. Мамочка, любовь, любуйтесь своей дочей. Вот. Вот, вот. Гарик. Гарик стандартный красавец. Все, они уже такие все в тенечек, в тенечек. Итак, ну, о чем мы сегодня поговорили. Об ушках. То есть, если вы видите заклеенные ушки у собаки с ушками, ничего как это. А что с ушами? Мы помогаем ушкам правильно и крепко встать. И когда уши могут встать, это все очень-очень индивидуально. Зависит от индивидуальности собаки. Понятное дело, даже у самых, считается, что у миников легко встают. Нет. Зависит от кожи, от хряща, от тяжести уха. Посмотрите, у Зиг, какие огромные ушки. Зиг, посмотрите, вот это вот, вот это кроша, кроша. Иди сюда. Вот это кроша. Вот ему два с половиной месяца. Посмотрите, какие у него огромные уши. Тихо. Давай. Вот хочется показать, они начинают глаза закрывать. Ну, для такого маленького щеночка у него. И они еще будут расти, естественно. Потому что, ну, понятно, что у взрослой собаки-то уши больше. Жануся, Жанна, а какой у нас красавец космос. Какие у него огромные уши. Мы тоже очень долго ему их подставили. Потому что они вставали и падали. Это наш купидон. Тоже клеили уши. Вот. И у длинношерстных, естественно. Кстати, у Жорика большие уши. Жорика тоже мы купили, у него ушки стояли. Но мы не начали падать. И мы подклеивали. То есть, ничего в этом страшного нет. Еще раз повторю. Если вам не нравится, не клеите. Ради бога. Вот, посмотрите, какие большие уши у нас. Ну, на любителя. У нас было видео, какие должны быть уши. Вот еще интересно. У Чихуахуа. Он Филечка наш с коротенькими маленькими ушками. А у его детей огромный. Он Кока, его дочь с огромняными ушами, которые пошли в маму Коки. Вот. И какие должны быть уши, еще раз, какие угодно. Очень. И там ушки на мне. Давайте полюбуемся, как две сестренки играют. Вот это мраморная наша Марисабелька-Мирабелька. А играет с ней Кохи. Значит, Марисабельки-Мирабельки будет четыре месяца четвертого числа. А этой малявки вчера три исполнились. То есть, у них месяц разница. И вот такая вот разница в размере. Шкодные до невероятности. Вот так вот в ямке главное нужно. Хорошо хоть все подсыхает. Ой, боже, какие же они клевые. Почему они родные сестры? У них один папа мраморный наш ролик. А мама Жасмин у мраморной девочки. А у Кохи Жасмин, она родная сестра. Такого же окраса Ева, однопометница. То есть, они роднючие-роднючие от разных мам, но роднючие-роднючие. Они даже похожи, только окрас разные, но и размерчик разный. Такие же кодики вообще. Прямо у них даже взгляд одинаковый. Беленькая девочка продается Кохи. Чудо просто. Характер вообще. Ну, у нас у всех собак характер отличный. Я в этом с полной уверенностью могу сказать. Психика абсолютно здоровая. Итак, на чем я остановилась по поводу ушек. Да, что ушки могут стать в любом возрасте. Поэтому контролируйте. И очень интересно, что уши разные. Как и окрасы, да, у Чихуахуа. И, ну, как бы, чтобы все совпадало. Чтобы это было красиво. Красивые уши. Да, у любой породы, конечно. Это гордость. Это красиво. Так же, как и у всех, разное лицо. Как у нашей Констанции, которую Любушка зарезервировала. У нее взгляд просто человеческий. Светлые глазки. Лиловые. Светло-шоколадные. Поэтому такой вот эффект. Ну, все равно все разные. Зигмунд уже тоже набегался. Вот оно, шастик. Продается. Грязная голова. Вот это вы так сегодня кушали. Поросятки вы мои. Это не пятна. Это грязь. Вот такие смешные. Жанусик мой. Вот. Все. На этом я буду заканчивать это видео. Еще раз хочу вас всех обнять. Поцеловать. Пожелать вам только любви. Добра. Улыбок. И пусть бываются все ваши самые лучшие, заветные желания. А вот эти маленькие собачки пусть скрашивают нашу жизнь. Которая так прекрасно. Смотришь на них. И хочется улыбаться. Красавчик. Леми. Ищет свою мамочку. Красавец. Лиловый нос. Шикарный. Папа у него и мама голубые. Очень красивый. Очень красивый. Смотрите, как у него за ушками начинает обрастать. Ох, красавец растет. Шикарный. Воспитанный. Приучен и к пеленке, и к выгулу. Мальчишка-лидер. Бесстрашный. Очень ласковый. Когда берешь на руки, он просто замирает. У меня есть видео, где люди говорят, боже, он страдает. Нет, он хороший мальчик. И мы обязательно найдем ему самую лучшую семью. Вот этому красавцу. Любоваться можно бесконечно. Чего вам всем и желаю. На. Тебе не жарко, солнце мое. Вот так вот. Вот сейчас он попечется, как все любят собаки. А потом побегут в тенечек. Ох, ну наши эти шнуры здесь эти. И они еще их и покусывают. Вроде не прокусили пока. Нам и так уже пришлось покупать новый фильтр. Денис. Вот она, малявушка. Вот эта малявушка. Ну, солнышко. Ну, иди же, я еще раз тебе покажу. Наша красивенная девчоночка в поисках папочек и мамочек, которую, ох, нет, 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 нельзя вырываться. Что ты, Денис? Что ты, Денис? Давай, сейчас я возьму тебя поудобнее. Поудобнее, чтобы не выпрыгнуло у меня из рук. Вот они крутлявые, а. Вот почему нужно очень осторожно чихуашечку брать в руки. Любого размера, любого возраста. Они не понимают. Выкручивается, а все пахнешься. Разве можно? Все, обнимаю, целую. С уважением, Екатерина, домашний питомник Кастропула из города Симферополя, из Крыма. Обращайтесь, плюс семь, девять, семь, восемь, семьсот сорок пять, восемьдесят шестьдесят два. С уважением. Пока-пока.